Столичная прокуратура завершила расследование уголовного дела о нарушениях, выявленных при строительстве нового следственного изолятора. Перед судом предстанут директор строительной организации, начальник отдела УФСИН Пучуваший и заместитель начальника исправительной колонии номер один. Должностные лица обвиняются в превышении своих полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, в период с мая 2012 года по июль 2017 года один из обвиняемых давал указания подчиненным работникам строительной организации о проведении строительства здания следственного изолятора, расположенного в городе Чебоксары, в нарушении проектных норм и установленных правил, а также требовал изготавливать акты о приемке фактически невыполненных работ. В свою очередь другие обвиняемые, заведомо зная, что отдельные виды работ были не произведены, подписали вышеуказанные фиктивные акты о приемке выполненных работ и установке несуществующего оборудования. В результате совершенных преступлений федеральному бюджету был причинен ущерб в размере более 57 миллионов рублей. Кроме того, строительство данного следственного изолятора в настоящее время не завершено. Отмечаем, что это уже второе уголовное дело по нарушениям, выявленных при строительстве данного следственного изолятора. В первый раз злоумышленники отделались лишь штрафом, но не исключено, что после рассмотрения второго уголовного дела они будут направлены непосредственно в то место, которое они так и не смогли достроить. Ведь наказание за самые суровые из предъявленных обвинений составляет вплоть до 10 лет лишения свободы.